В Чувашии школьников начали приобщать к точным наукам с помощью роботов. В республике открывают специализированные инженерные классы. Причем не только в городе, но и на селе. К реализации образовательного проекта власти региона приступили в прошлом году. Поначалу это был всего лишь эксперимент, но он уже приносит плоды. Убедился в этом и мой коллега Дмитрий Ковалев. Сила инженерной мысли не знает предела. Девятиклассник 4-го Чебоксарского лицея Святослав Дмитриев не раз доказывал это на деле. Его последняя разработка – робот, который способен различать цвета. Возьмет к лишнями синий шар, если дать ему такое задание, но отвернется от красного. На то, чтобы создать эту программу, юноше хватило недели. Сложнее было оживить собственно сам механизм этой взрослой электронной игрушки. Во-первых, тут используется датчик цвета, датчик освещенности. Из него пишется программа. Вот тут. Что если датчик регистрирует яркую поверхность, светлую, он делает одно действие. Если поверхность темная, то он делает другое действие. Класс робототехники в лицее открыли еще в прошлом году. Эти уроки среди ребят сразу стали пользоваться особой популярностью. Роботы, созданные их руками, не раз одерживали победы в престижных конкурсах. Недавно инициативные лицеисты придумали модель, которая может обороняться от противников. А этого робота не сможет остановить даже стена. Собрали его ученики 40-го Чебоксарской школы. На уроке робототехники только часть глобального проекта. Для тех, кто неравнодушен к естественным наукам, в школах Чувашии открывают инженерные классы. Преподаватели обучают детей по начальной вузовской программе. В 16 лет этим ребятам уже по зубам молекулярная физика и высшая математика. Элективные учебные предметы ребята изучают по направлениям машиностроения, радиоэлектроника, основу вычислительной техники с использованием ресурсов Чебоксарского электромеханического колледжа. В республике за два года открыли более 120 инженерных классов. Их оснастили новейшим оборудованием – специальными конструкторскими наборами, компьютерами с суперначинкой. На это из бюджета региона было выделено 12 миллионов рублей. Образовательный проект уже приносит результаты. Если в большей степени до этого ребята выбирали, как я уже говорила, даже на его гуманитарные предметы, то сейчас они начинают выбирать все больше и больше предметы физику, химию, биологию, информатику. И мы надеемся, что начало этой работы, реализация этого проекта будет способствовать все большему увеличению интереса детей к техническим наукам. Но власти рассчитывают на большую отдачу. Республике сейчас необходимы квалифицированные инженеры, программисты и физики. Но чтобы талантливые ребята оставались учиться в Чебоксарах, для них учредили специальные стипендии. Впрочем, растить будущую техническую элиту в Чувашии рассчитывают и при помощи кружков судомоделирования. Когда-то они были очень популярны среди учеников. В ближайшее время их тоже откроют в школах. Медрик Валев и Александр Петров. Республика.